Здравствуйте, мои дорогие! Я возвращаюсь обратно на свой канал, вы, наверное, по мне соскучились. В этом выпуске новостей. Какие специалисты востребованы в украинском IT и сколько им платят? Студент написал бот-программу и отслеживал передвижение Илона Маска. Чем все закончилось? Новый гаджет для управления компьютером от Alligator и игровая консоль от Apple. Эти и другие новости прямо сейчас. Поехали! Американский студент написал бот-программу, отслеживающую передвижение частного самолета Илона Маска. Маск предлагал за ее удаление 5000 долларов. Прям прекрасно. 19-летний студент университета Центральной Флориды Джек Суини ведет несколько аккаунтов в Твиттер, где автоматически публикуется оповещение о перелетах приватных лайнеров известных людей, таких как Билл Гейтс, Джефф Безос и Илон Маск. На сайте Федерального управления гражданской авиации США сведений о частных самолетах, как правило, нет. Но их можно идентифицировать по данным с бортовых передатчиков ADS-B, которые передают местоположение, высоту и скорость полета судна в реальном времени. По словам Джека, вся нужная информация есть в открытом доступе, только мало кто знает, где и как ее искать. Осенью прошлого года твиттер-канал Илон Джет, посвященный самолету Маска, набрал почти 90 тысяч аудитории. Маску такая ситуация почему-то не понравилась. Он написал Джеку и попросил удалить канал за компенсацию в 5 тысяч долларов. Цитата. «Не хочу, чтобы меня в аэропорту застрелил какой-то псих», — объяснил свое беспокойство Маск. И, честно говоря, я с ним согласен. Джек сначала предложил увеличить сумму в 10 раз, чтобы хватило на оплату учебы и покупку машины. Позже студент пообещал удалить канал бесплатно, если его возьмут на стажировку в SpaceX или Tesla. Маск обещал подумать. По словам Джека, переписка с перерывами продолжалась около трех месяцев. В конце января Маск перестал отвечать на сообщения и заблокировал аккаунт Джека. По словам Джека, он не слишком расстроился. История стала вирусной и уже помогла ему устроиться разработчиком в авиакомпании UberJets, а также получить приглашение на работу в компании NetJets, специализирующейся на чартерных перелетах бизнес-класса. Ну, будущее, как и уже говорилось, наступило. Просто не везде и не для всех. В данном случае, как вы видите, это практически киберпанк, который мы заслужили. Вся информация о частных передвижениях частного человека находится в открытом доступе. Нужно просто уметь ее получить. Черт подери. Я не знаю, может быть, даже и не так сильно завидовать Илона Маску с его популярностью. По крайней мере, хотя бы мне под домом сталкеры не ходят. Не только разрабы и тестировщики. Какие еще специалисты востребованы в украинском IT и сколько им платят. А то вы постоянно любите деньги. В прошлых выпусках мы анализировали результаты зимнего опроса на портале Do, посвященный зарплатам украинских разработчиков и QA-специалистов. Сегодня поговорим о ситуации на рынке труда для всех остальных айтишников. По данным Do, самой большой профессиональной группой в украинском IT, ну, после разработчиков и тестировщиков, является Project Manager. Они составляют 6% от общего числа IT-специалистов страны. Далее идут HR, всего 4%, кстати, я удивился. На DevOps и аналитиков приходится по 3%. Активнее всего растут заработки продуктовых менеджеров. Ну, что очевидно. Сегодня их медианная зарплата после выплаты налогов составляет 3500 долларов. На 500 долларов больше, чем полгода назад. У специалистов по Data Science медиана увеличилась на 380 долларов, до 2830 долларов в месяц. Третье место по темпам роста зарплат занимает направление DevOps. Там средняя планка за полгода поднялась на 300 долларов, до 3500. Бизнес-аналитики стали зарабатывать в среднем на 265 долларов больше, около 2400 долларов. Маркетологи на 200 долларов больше, 1400 долларов на медиане. Единственные специалисты, которым стали платить меньше, это сисадмины. С лета прошлого года средний уровень зарплат у них просел до 1050 долларов. Ну, тут вполне очевидная ситуация. Вы же прекрасно понимаете, что все нормальные сисадмины давно пытаются либо пойти на руководящие должности, вырастать в направлении CTO, вот туда, да? Либо, собственно говоря, уходят в DevOps, если им больше, ближе техника. И там, естественно, зарплаты растут, потому что туда переходят более квалифицированные кадры. А в сисадминах, естественно, падают, потому что остаются менее квалифицированные кадры. Все вполне очевидно и понятно. По поводу продакт-менеджеров тоже, я думаю, более чем очевидно. Компании украинские все больше и больше ориентируются на то, чтобы оказывать сервисные услуги, а не просто тупой аутсорс, а то и еще более тупой аутстав, все же предлагать какую-то комплексную услугу. А комплексная услуга без продакт-менеджера, ну, простите, это какая-то порнография. Поэтому, естественно, востребованность большая. Ну, и напоминаю, что менеджеры такие действительно нужны. Уделяешь обучению C-Sharp все свободное время, но как открываешь требования к джунам, опускаются руки? Приходи заполнять пробелы на Mentoring FoxMinded на курсе C-Sharp.net. Наши ментора профессионалы, а обучение построено на решении практических задач, так как и настоящей работе. Не жди с моря погоды. Ссылка на курс под видео. Компания Elgato выпустила ножные педали для управления компьютером за 90 долларов. Гаджет называется Stream Desk Pedal. Он рассчитан на игровых стримеров, музыкантов, дающих концерты онлайн, и других блогеров, которых в процессе трансляции постоянно не хватает свободных рук. Прикольная штука, ну. Устройство состоит из трех педалей. Каждый из них можно присвоить целую цепочку команд, которые будут выполняться последовательно или одновременно. Например, сделать снимок экрана, сохранить его на компьютере и запостить в Twitter. Все это одним нажатием клавиши, не отвлекайся от стрима. Ну, вернее, педали. Stream Desk Pedal имеет шершавую поверхность и противоскользящие ножки, а также сменные пружины, благодаря которым можно отрегулировать силу нажатия на педаль. Заказать гаджет можно на сайте компании, его обещают доставить в течение одной-двух недель. Слушайте, прикольная тема, да? Хотя, с другой стороны, ну, я не очень себе представляю, как я вот это вот педалю там, да? То есть тогда можно будет однозначно сказать, на стриме я просто напедалился. Опубликован первый обзор IT-индустрии в Виннице. Чтобы понять, почему довольно небольшой украинский город, всего 370 тысяч человек населения, удостоился такого внимания, вспомним хотя бы недавний отчет ДОУ по зарплатам украинских тестировщиков. Первое место по уровню окладов ожидаемо призанял Киев. А вот на втором месте оказалась Винница, обогнавшая миллионники Харьков, Львов и Днепр. Недавно IT-социации Винницы собрала новую информацию о городе, а также провела анонимный опрос среди около 400 местных специалистов. Посмотрим на самые интересные выводы. Винничина занимает седьмое место среди регионов Украины по количеству IT-флопов. По состоянию на 2021 год их здесь насчитывалось почти 6 тысяч. Это 2,8% от общего числа IT-флопов в стране. Почти половина винницких IT-шников молодежь до 25 лет. 9% еще не закончили учебу в университете. Люди старше 46 лет составляют менее 1% опрошенных. Отстреливаешь, что ли? Самый востребованный язык программирования в винницких компаниях — JavaScript. Он является основным для 33% респондентов. 16,5% специалистов регулярно используют TypeScript. 15,8% — React.js, 10% — C-Sharp. Еще 9% работают преимущественно с Node.js, а 8,6% — Java. Неудивительно, что я выступал на конференции Винница.js. Да, Винница-Джава мы, видимо, ждать будем нескоро. А вообще, Винница мне очень нравится. Маленький, очень уютный городок, чистенький. Прям каждый раз, когда меня зовут выступить в Виннице, я всегда приезжаю. Привет, ребята, позовете, обязательно приеду еще раз. Apple планирует сделать игровую консоль и переманивать таланты из Xbox. С начала года в гейминдустрии происходит событие за событием. Сначала Microsoft сообщила о покупке студии Activision Blizzard. Я не смог это прокомментировать, обидно. За 70 миллиардов долларов. Мы рассказали об этом в одном из прошлых выпусков. Затем на сцену вышла Sony. Корпорация заявила, что покупает за 3,6 миллиардов долларов, ну у них поменьше денег, чем у Microsoft, да? Американскую студию Bangi, известную по франшизам Halo и Destiny. Теперь на горизонте замаячила новая сенсация. Обозреватель игр Джесс Кордон со ссылкой на собственные источники сообщил, что компания Apple решила сделать свою консоль и активно переманивает для этого специалистов из Xbox. По словам Кордона, пока это только слухи. Но учитывая, что Apple вынашивает планы по созданию консоли не один год, они кажутся вполне правдоподобными. Ну что ж я хотел сказать. Передел гейм рынка прямо вот у нас на глазах. И надо сказать, я как игрок и вообще любитель хороших игр, когда-то, если вы знаете, я вел достаточно популярный блог по ММО играм, я скажу, что меня это направление радует. Потому что, когда крупные компании могут себе позволить ошибаться, экспериментировать, сливать немножко больше денег, чем могло бы, есть надежда, что у нас появятся очень интересные ААА-проекты, которые прямо будут прямо мими-ми. Потому что все-таки, ну давайте будем честны, даже Sony при всем своем размере не такая большая компания, чтобы там прям сильно экспериментировать. Ну вот. А Microsoft? Господи, сколько они денег посливали на Windows Mobile, сколько они денег посливали на кучу других мертворожденных проектов. Тут, я думаю, они смогут как следует там влиться. И я очень держу кулачки за любимый Blizzard. Да, я понимаю, что там куча скандалов, куча трэша, угара и садамии, но я надеюсь, что это все, наконец, приведет к тому, что там разгонят вторую команду, наймут каких-то новых людей, и мы увидим новые интересные игры от всех этих тайтлов. И причем с хорошими бюджетами от крупнейших компаний. По поводу же консоли от Apple. Слушайте, я не знаю, честно говоря, Apple настолько леворезьбовая компания, что я просто даже не рискую представить, какие игры будут под Apple инфраструктуру. Честно говоря, большинство знакомых игр, с которыми я играл, были раньше версии под MacOS. Но потом их все поснимали с производства. Есть ощущение, что вообще пользователи Apple к играм относятся как к чему-то лишнему. Консоль? Не знаю. Вот мне как-то это все странно, но с другой стороны, Apple в принципе в маркетинге особо не ошибаются, поэтому, наверное, не знают, что делают. Короче, закупаемся попкорном. Oracle выпустил игру Alvium 22.0. Любят они версии, господи, 22. Напомню, игра Alvium — это среда выполнения для Java, Java, JavaScript, C, C++, а также других динамических языков. Дистрибьютив GraalVM включает в себя компилятор, интерпретатор, инструменты мониторинга и отладки. В новом релизе разработчики главным образом работали над технологией Native Image GraalVM, которая компилирует код Java в автономные исполняемые файлы с поддержкой нескольких языков программирования. Теперь она работает быстрее и меньше нагружает память. Сборки для JDK 11 и JDK 17 можно скачать со страницы проекта на GitHub. Корпоративная версия доступна на сайте Oracle. Честно говоря, знаю многих людей, которые прям балдеют от GraalVM. Я каждый раз вокруг него хожу, такой, ну, идея интересная, но типа, ну ладно. Ну, людям нравится. Кто я такой, чтобы им говорить нет. В корпоративном мире я особо использования GraalVM не встречал. Напишите в комментариях, вы встречали GraalVM в корпоративных, ну, именно в интерпрайс-приложениях. Если да, то просто на каких примерно, хотя бы, в каком домене это используется. Просто мне как-то вот не удавалось встретить. Израильский стартап Tevel научил дроны собирать яблоки. Как прогнозирует он, к 2050 году население Земли, а вместе с ним и потребность в пище, вырастет как минимум на 40%. Тем временем людей для сбора фруктов не хватает уже сейчас. Никто не хочет собирать фрукты. Все, как и ты, юзернейм, хотят собирать файлики. Если поговорить конкретно о яблоках, то из-за дефицита рабочей силы ежегодно остается несобранными 10% плодов. Израильская компания Tevel разработала роботизированную систему для сборки яблок. Она представляет собой группу дронов, присоединенных проводами к передвижной наземной станции с бортовым компьютером. Каждый дрон имеет метровый манипулятор с маленьким всасывателем на конце, который деликатно отделяет плод от ветки, не оставляет царапин и вмятин. Благодаря искусственному интеллекту система не только распознает каждое яблоко, но и проверяет его на соответствие стандартам по размеру и степени созревания. Фермерам остается периодически контролировать маршрут робота через мобильное приложение. Господи, выглядит как трешак. Пока установку тестируют в нескольких садах Израиля. Позже в этом году Тевел начнет сдавать ее в аренду фермерам из Испании, Италии и США. Цены пока не сообщаются. Но, как я уже говорил, новости, в смысле новый мир наступил не везде и не для всех. Но для фермеров из Израиля уже явно прям совсем наступает прям сейчас. Дроны собирают яблоки, дроны на веревочках. Господи, как это прекрасно. Дорогие мои, всех ждем на страничке Instagram FoxMinded. В понедельник мы заряжаемся на неделю от рубрики юмор и моих видео мотиваций. А каждый день публикуем много интересной и актуальной информации про IT-сферу. Бесплатную информацию о программистах и для программистов вы найдете на этом канале. А если намерены войти в IT, то регистрируйтесь на платные курсы FoxMinded по ссылкам под этим видео. Меня зовут Сергей Немчинский. Люблю вас. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok